В детстве, как любой нормальный парень, я играл в войнушку, но играл деревянным пистолетом, который мне выточил дед. Сегодня, в 2018 году, тоже можно поиграть в войнушку, но уже аналогами настоящего оружия. А это у вас получится, если будете играть в две игры. Лазертаг и страйкбол. Вот сегодня их и сравним. Начнем с лазертага. Здесь у нас присутствует аналог настоящего оружия, но он стреляет не патронами боевыми, а инфракрасным лучом. Ну а поражающей зоной у игроков являются вот такие короны, которые крепятся к голове. В них-то мы и будем сегодня стрелять. Убить в бою. Возвращаюсь на базу. Стрелять пупок в коленку, в локоть бессмысленно, потому что урон наноситься не будет. Слушайте внимательно свое оружие, оно вас будет оповещать обо всем, что с вами происходит в процессе игры. Раунд через три! Два! Один! Начали бой! Один из сценариев игры в лазертаг – это разминирование бомбы. Вся прелесть этой игры в том, что игроки не знают, какой от нее код. А, сейчас попробуем подобрать. Семь. Нет, не то. Э, не то. О, подобрал. Три, семь. О, получилось! Классно. Играя в лазертаг, ты тратишь много физических сил, потому что бегаешь, прыгаешь, скачешь, так как тебе не больно. В тебя же лечит просто инфракрасный луч. Но сейчас предлагаю стать немножко помедленнее и рассудительнее, потому что самое время перейти к страйкболу. Во-первых, здесь попадание в любую часть тела считается смертью. Независимо от того, попали тебя левый мизинец руки, правый мизинец ноги, ты убит. Поднятая вверх рука сигнализирует о том, что игрок убит, огонь по нему не ведем. Прямо сейчас. Огонь! Сереж, что мы делаем? Ну, мы пытаемся на самом деле держать оборону сейчас, потому что команда и нас атакует, уничтожит наше преимущество. Нас осталось здоровое. Смотри право, а не там. Сегодня целый день, играя в лазертак и страйкбол, я так и не определился, какая из этих игр мне нравится больше. Так что, в принципе, этот выбор я оставляю за вами. Приезжайте и попробуйте сами. Тем более, находится все это дело по адресу партизана Железняка 23. Это спортивно-тактический полигон Тактиком. Он так и называется. Здесь вам и лазертак, и страйкбол, да и просто классно провести время сможете. В общем, приезжайте и попробуйте сами. Ну, а сегодня пробовали две крутых игры на себе. Андрей Грибов, Денис Шабанов. Смотрите «Утро на Енисеи» и кайфуйте каждым днем. Я устал.